Мобильный телефон Мобильный телефон Мобильный телефон Мобильный телефон Мобильный телефон Ну что ж, скажите, меня видно нормально здесь? Слышно хорошо? Начинаем? Скажите, кто откуда родом? Уфа Уфа Молдо Москва Кыргызстан Казахстан Казахстан Тверь Тула Курган Нижний Новгород Минск Санкт-Петербург Санкт-Петербург Атерау Атерау Так, еще кто? Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону Москва точно есть Астана-Уфа Астана-Уфа Курск Курск Грозный Грозный Короче, понаехали, да? Наши белокаменные Хорошо Скажите, кто работает сейчас в найме? Поднимите руки, кто в найме? В найме кто? В найме кто? В найме кто? Еще раз Раз Два Три Четыре Пять Шесть человек, да? Шесть человек А кто на себя работает? Поднимите руки на себя, кто? Все остальные? Молодцы А кто руку не поднял где? В пенсии В пенсии? Где? В пенсии Государство на них Хорошо Государство на них работает? Ладно Смотрите Я на самом деле Сам являюсь вец-президентом Со основателем компании Ровно год назад мы стартовали И в первый год мы сделали от товароврод полмиллиарда Как вам? Неплохо? В 45 странах мы сегодня представлены Вот И собственно говоря Сегодня у нас есть партнеры Которые вместе с нами это начали Зарабатывать до 6 миллионов рублей в месяц Нормальные деньги Есть человек, который зарабатывает больше всех Вот больше, больше, больше всех вообще он зарабатывает И он сегодня здесь Хорошая для вас новость? Хорошо Хорошо Мы специально ее пригласили сюда Это первые вообще в ее жизни Приезд сюда в этот офис впервые Никто никогда до вас этого не ездил И вы будете первыми кто это увидит Потому что уже воскресенье она улетает Вы вообще представляете что вас ожидает? Хорошо А давайте ее не отпустим Как? Давайте ее не отпустим Возможно Я хочу чтобы вы понимали почему мы это делаем То есть у нас есть одна очень большая задача Одна большая миссия Да А самая главная одна большая причина Почему мы все это делаем Мы хотим чтобы любой человек Вне зависимости от своего возраста От своего уровня дохода От своей национальности От там расовой принадлежности Не важно Чтобы он мог зарабатывать хорошие деньги Вести при этом яркий и насыщенный образ жизни И помогать при этом другим людям Как вам такая идея? Нравится? Хорошо Ну что ж Я вам задам только один вопрос и мы начнем На этот вопрос нужно будет ответить Если вы таковыми являетесь Нужно будет ответить я Хорошо? Кто хотел бы зарабатывать 6 миллионов рублей в месяц Скажите я Я Окей Тогда давайте поприветствуем того Кто это уже имеет Ирина Слова Спасибо большое Добрый вечер А москвичи здесь есть? Пока Пока Не нужно Не нужно Да Вы знаете Ну сегодняшняя встреча Накладывает на меня Массу ответственности Но прежде всего Я в Москве И для людей Которые живут Пусть даже в ближнем зарубежье В странах СНГ Я из Казахстана Я там работаю Я там живу И родилась В Азине Мама там родилась Коренная Ауратинка Восприятие Москвы Оно всегда Оно всегда Знаете На что похоже Ну вот как будто Вы где-то там Далеко-далеко От тех Бурных событий Которые развиваются В Москве Мы равняемся На Москву Мы всегда Отсюда Берем новости Мы Чуть позже их получаем Чем москвичи Ну вот Так себя мы Ощущаем Я так понимаю Вот Плюс Сегодня Я вам Буду рассказывать Вам Людям Которые По моему Восприятию Первыми Получают информацию А потом она доходит до Казахстана Получается так Что я из Казахстана Из Алматы Сегодня буду вам Рассказывать Новые вещи И вторая причина Которая накладывает на меня Ответственность Конечно же Те люди Которые Являются Очень важными Персонами В нашей компании Прежде всего Вице-президент компании Ренат Максуров Который меня пригласил сюда И это большая Ответственность Сегодня Для меня Делать презентацию В его присутствии Я это по-моему Ни разу не делала И конечно же Крупный лидер Сергей Савич С которым мы В индустрии МЛМ Много лет Друг от друга знали Всегда Слышали друг от друга Мы никогда Вместе с ним не работали Я знаю Какой величины Это профессионал И это еще Плюс на меня Накладывает Сегодняшнюю ответственность Выступление Ну что Мы начнем с вами И прежде всего Я хотела бы спросить У наших гостей Кто не знает Что такое Мобильные приложения Есть такие люди Пожалуйста Поднимите руки Уже в Москве Ныне стыдновато Спрашивает Кто не знает Мобильные приложения Да Год назад Год назад Когда я Выходила перед аудиторией Но может быть Это у нас в Казахстане Так Когда я задавала этот вопрос Поднимала ползала Большая часть ЦАВА РУ Люди не знают Что такое мобильные приложения Мы сегодня с вами Будем говорить О мобильных приложениях Мы сегодня Будем с вами говорить Можно я Если мне необходимо Я возьму Попрошу вас Мы сегодня Будем говорить О тех тенденциях Которые приходят В нашу жизнь Которые ранее Обычному человеку Были недоступны Вы знаете Многие сферы Деятельности человека Как и бизнесы Может В какой-либо бизнес Даже Очень большой Серьезный Пойти обычный человек Наверное может Может быть Но вот Те вещи Которые мы сегодня Раскроем для вас Вы знаете Никогда Обычного человека Туда не приглашают Но никогда Туда выходили люди С миллионами долларов С миллиардами Они приумножали Свои миллионы Миллиарды Обычный человек Он был всегда Наблюдателем Или обычным пользователем Как сегодня Обычный человек Может быть Вы знаете Главным участником Этих мировых тенденций Давайте с вами посмотрим И я сейчас попрошу Ваше внимание На экран Я буду листать Слайды У меня вы практически Не будете смотреть Будем смотреть На слайды И для вас Будет Вырисовываться Картинка Того Как мы представлены На международном рынке Наша компания Диести Я буду Некоторые вещи Пояснять На доске Но Картинка Будет складываться У вас Шаг за шагом Как я буду Вести свой рассказ Я не буду вдаваться Сегодня в подробности Тот человек Который вас пригласил Он обязательно Объяснит вам Тонкость Моя сегодня задача Нарисовать вам картинку Ну что Мы идем Вперед Так Сейчас Секундочку Переводить так Отлично Компания Диести Digital Space Technology Компания Которая Зарегистрирована Великобритании И специализируется На выпуске На запуске Высокотехнологичных Продуктов Стартап Проектов Вы знаете На сегодняшний день Такая модель Она уже не новая Уже много лет Существуют Подобные Бизнес модели Модель нашей компании Она представлена Бизнес инкубатором Что такое бизнес инкубатор Это когда есть Управляющая компания В данном случае Наша компания Диести И которая Ну так скажем Образно Несет золотые яйца Да В мир Запускает Стартап проекты Как я уже сказала Наша компания Всегда будет Запускать И специализироваться И запускать Компании На рынке На ниши Мобильных приложений Что такое Ниши мобильных приложений Вы знаете Давайте Пробежимся Буквально по истории Чтобы вы За пять минут Поняли Что это те тенденции Которые диктуют Время И Индустрия И индустрия Она пережила Несколько этапов Первый этап Выпал На семидесятые годы И в нашем зале Есть люди Которые помнят Это время Это активное развитие Компьютерной Технологии Появление Таких компаний Как Microsoft IBM Мы На сегодняшний день Все Все абсолютно Являемся Пользователями Компьютеров Но были люди Которые В эту волну Посмотрите В эту волну Сделали бизнесы Создали миллионы Миллиарды долларов И на сегодняшний день Занимают первые позиции Как самых богатых людей планеты Билл Гейтс Компания Apple Это в то время Происходило И за рождением Эти компаний Вслед за первой волной Пришла вторая волна В нашу жизнь Был компьютер Следовательно В этот компьютер Вошел интернет Всемирная паутина На сегодняшний день Мы все Являемся с вами Обычными Пользователями Интернет Но скажите Кто-нибудь из нас Имеет Бизнес Провайдерской Услуги Нет Но были люди В эту волну Которые Заработали Миллионы И миллиарды долларов Эта волна Тоже прошла мимо нас Как волна Где мы могли бы Сделать деньги Но У нас туда никто Не позвал Вслед за второй волной Пришла третья волна Есть компьютер Есть интернет И предприниматели Пошли в интернет Открывать бизнесы Открывать интернет Магазины Эта волна Называется Электронная коммерция И я очень хорошо Помню это время Середина И конец Девяностых годов Я впервые узнала О таком магазине Как Amazon.com JetBusiness Который Организовал этот магазин Стал самым на тот момент Молодым миллиардером Мира в 34 года Посмотрите Мы сегодня с вами Практически все Являемся пользователями Того или иного Интернет-магазина Да? Мы что-то покупаем Через интернет Но есть люди Которые уволовили эту волну И сделали Миллиарды долларов Сегодня Конечно же Мы можем открыть Любой человек может открыть Интернет-магазин Но заработать с этим денег Причем больших денег Уже нельзя Смотрите Третья волна Уходит И приходит На смену ей Четвертая волна Это Недавнее время Мы помним Это время Социальных сетей Появления социальных сетей И мы сегодня Все сегодня С вами Являемся Пользователями Той или иной Социальных сетей Но были люди В это время Которые Предвидев эту волну Организовали Создали ту или иную Социальную сеть Скажем Марк Цукерберг Социальная сеть Фейсбук Павел Дуров Социальная сеть Вконтакте Они уловили Это время И сделали Миллиардные состояния На этой волне Вслед за четвертой волной В нашу жизнь Ворвалась Не просто пришла А ворвалась Пятая волна Вот здесь написано Волна мессенджера Но я бы ее Знаете Объединила в одно понятие Волна мобильных приложений Сегодня Это Настолько Стало реальностью Что мы Уже не можем Без смартфона Без Мобильного гаджета И без Того или иного Мобильного приложения Я вам сегодня Задала в начале вопрос Кто не знает Что такое мобильные приложения Вы все улыбнулись Потому что Мобильные приложения В том или ином виде Будь то мессенджер Будь то Маркетплейс Ну Не важно Игра Программка Мобильное приложение Которая показывает нам Здоровье Показывает погоду Дает возможность Фотографировать То или иное Мобильное приложение Сегодня неразрывно Связано с нами С нашу жизнью Причем Десятки Раз в день Мы пользуемся Мобильными приложениями Именно поэтому Мы сегодня Переживаем с вами Волну Мобильных приложений Но Смотрите что Мы уже Практически все Сегодня стали Пользователи Мобильных приложений Но кто-нибудь Нас на эту нишу Приглашал Зарабатывать деньги Никогда Никто И если мы Проанализируем Знаете Так Если мы Проанализируем Силу вхождения Скорость Вхождения Той или иной Волны В нашу жизнь То знаете что Мы отметим Первая волна Она более долго Длилась И более медленно Входила в нашу жизнь Шло время Вторая волна Чуть быстрее Вошла в нашу жизнь И чуть меньше Она длилась Социальные сети Волна Пришла быстрее И Поменьше Она уже Этот период длился Посмотрите что Мессенджеры Вошли Мобильные приложения Волна Мобильных приложений Вошла буквально За полтора года В нашу жизнь Если еще Полтора года назад Мы об этом не знали Да Сегодня мы об этом знаем И наполнение деньгами Каждый В каждой волне Разное Если Первая волна Она рождала Миллионеров То Пятая волна Сегодняшняя Два-три года Человек входит в список Форбс Потому что заработал Несколько миллиардов долларов Два-три года В список Форбс Представляете Если проанализировать Список Форбс За последние два года Основной Вот рейтинг Занимают люди Которые являются Либо владельцами Либо совладельцами Либо инвесторами Мобильных приложений Представляете Вот такой интересный факт И конечно же Имея такой факт Мы должны понимать Что в пятую волну Уж точно Простого человека Никто бы не пригласил Но благодаря Компании 10 Это возможно И мы сейчас посмотрим Как это возможно сделать Я вам вначале сказала О том Что наша компания И является бизнес-инкубатором И вот таким образом Он Посмотрите Развивается Управляющая Компания Запускает Один за другим Стартап проекты Вот таким образом Будет Развиваться Бизнес-инкубатор И первым проектом Компания Запустила Пушми мессенджер Пушми мессенджер На сегодняшний день Можно Скачать Если у вас есть Айфоны В App Store Если у вас есть Смартфоны На Android На системе Android То в Play Market Вы заходите Скачиваете Мессенджер Пушми Несколько слов По мессенджере Пушми Я вам покажу Сейчас Как выглядит Этот значок Ну вот я Кликнула Открылся мессенджер Итак Давайте мы Нет Почему-то не вышло Но хорошо Я скажу Давайте О характеристиках Мессенджера Словами Итак Какие же функции Несет в себе Мессенджер Пушми То есть Вы Как и в случае С Ватсапом С Вайбером Заходите В Play Market В App Store Скачиваете За 30 секунд Бесплатно Мессенджер Пушми Он обладает Тими же Базовыми функциями Передача Текстовых сообщений Передача Аудиофайлов Видеофайлов Фотографий Это базовые функции Которыми обладает Любой мессенджер Бесплатные звонки Тоже Функции Которой Обладает Наш мессенджер Но также Наш мессенджер Имеет Изюминку И для того Чтобы вы поняли Насколько она Интересна Я приведу пример В апреле прошлого года 15-го года На сайте Касперский Все знаем Сайт Касперский Появилась Огромная статья Она называлась Безопасный интернет мессенджер Существует ли он? Статья начиналась Следующими словами Сегодня трудно Найти человека Который бы не знал Что такое интернет мессенджер Один только ватсап Передает Более 100 миллиардов Сообщений в день Более полумиллиарда Фотографий в день Один только ватсап Я дословно Привожу вам Первые строчки Из этой статьи Но вместе с Вопросом популярности Мессенджеров Перед пользователем Встает вопрос Безопасности И конфиденциальности Пользователь Сегодня Хочет вести Переписку Безопасную Конфиденциальную Секретную Далее Касперский В своей статье Анализирует Более или менее Популярные Мессенджеры И приходит К выводу Что 100% На тот момент Безопасного Мессенджера Не существует Это был апрель месяц А в июне месяце В App Store Появляется Мессенджер С безопасными С безопасными Функциями Как выглядят Наши функции Нашего мессенджера Безопасно В нашем мессенджере Есть функция Секретности Переписки И конфиденциальности Переписки Чего нет Скажем К примеру Ватсап Знаете ли вы Что Скажем Ватсап Не рекомендовано По Ватсапу Переписываться Скажем Адвокатом Банковским Работником Корпоративным Клиентом Потому что В переписку Переписка Может быть Вскрыта И она Не удаляется Так вот Наш мессенджер Вы Можете Засекретить Что переписку С некоторыми людьми Ваши друзья Знакомые Или коллеги Или начальник Не увидят Ну Это делается Все просто Смотрите Так выглядит Это в списке Контактов Люди В моей В моей записной Книжке Которые пользуются Мессенджером А вот здесь Есть переписка Моя личная Переписка С людьми И посмотрите Против некоторых людей Стоит Голубенький Треугольничек Это я поставила Функцию Секретности Следовательно Когда я Переписываюсь С данным человеком И в комнату Заходит Ну скажем Коллега по работе Или Ну я не знаю Давайте Такой смешной Может не смешной Кстати Заходит Мой муж В мою комнату А я Переписываюсь С мужчиной Ну я понимаю Что нежелательно Чтобы он видел Он ревнив Как мне скрыть Переписку Как мне срочно Скрыть переписку В нашем случае Мне достаточно Я выставила функцию Встряхнуть телефон Смотрите И Люди Которые помечены Как секретные чаты Они исчезли Видите Нет Вы можете взять мой телефон Вы можете сколько угодно Смотреть Вы не увидите Переписку Когда вновь мне нужно вернуть Эти чаты Я встряхнула Телефончиком Если это айфон 6 Я приложила Палец Видите отпечаток И эти люди Опять здесь Ну я могу С конкретным человеком Смотрите Переписываться Видите Встряхнула Ушел Этот чат И ушли Те чаты Встряхнула Пальчик приложила И меня вернули туда Где я переписывалась Вот так работают Секретные чаты Плюс Есть удаление сообщений Почему я вам рассказываю Об этой фурте Потому что Цель нашей компании Цель нашей компании Взрастить мессенджер Пушми Это сценарий любого Мобильного приложения Нарастить бесплатное Количество пользователей А от количества Бесплатных пользователей Растет цена мессенджера Вывести на определенные Площадки И продать Есть такие площадки Куда продавцы Выставляют свои Мобильные приложения И есть На этих площадках Люди У кого есть большие деньги Они ходят И покупают Вот цель нашей компании Взрастить Наш мессенджер И Однажды его Продать Вот таким образом Давайте Посмотрим Далее О чем Еще я хотела с вами поговорить Вы видите Здесь слово Краудфандит Может быть Для многих Или для некоторых из вас Это слово Неизвестное Непонятно Я тоже Однажды его не знала Но это слово Означает Форму финансирования Тех или иных Проектов Тех или иных Компаний Дело в том Что на сегодняшний день Бизнес инкубаторы И стартап проекты Они проходят Несколько Фаз финансирования Несколько Фаз финансирования И для того Чтобы вы поняли Что такое Краудфандит Я воспользуюсь Доской Давайте Я приведу пример Не знаю В России Не знаю У вас В Москве На примере Казахстана Город Алматы У нас есть компания Казмунайгаз Может быть кто-то слышал Казмунайгаз Сеть заправок Казмунайгаз Чтобы вы понимали Как работает Краудфандит Но также у нас есть Не только Казмунайгаз Кондитерские фабрики Которые По данной системе Финансируются Посмотрите Однажды Для компаний Как и для стартап Проектов Встает вопрос Финансирования Ну все Делали дома Ремонт Помните Мы Бюджет определяли На ремонт Но в процессе ремонта Вновь нужны были деньги Появлялись Такие возможности Всплывали Когда еще Еще раз Надо было Финансировать Свой ремонт Брать откуда-то Финансы Вот любой компании Тоже на каком-то этапе Нужны финансы Ну вот скажем Казмунайгаз На каком-то этапе Для пополнения оборотных средств Может быть Знаете Новые какие-то Производственные линии Закупить То есть Может быть Увеличить оборотные средства В своих целях Необходимы финансы Какие есть пути У любой компании В том числе У нашего мессенджера Финансирование Пойти в банк Да Взять кредит Но на сегодняшний день Брать кредит Это значит Компания себя Будет загонять В кабалу Под тех процентов Которые выставляют банки Пойти финансироваться Найти Крупных инвесторов Но это тоже На сегодняшний день Вы знаете Но нежелательно Почему Потому что Если сюда привлечь Или туда привлечь инвестора Инвестор Как правило Откусывает Огромный кусок Тоже надо понимать В случае с мобильными приложениями Речь идет о капитализации В миллиарды долларов То и откусит Миллиарды долларов И третья форма финансирования Она называется Краудфандинг На которой сегодня Наша компания остановилась Давайте посмотрим Как она работает На примере традиционных компаний Крауд в переводе Народ Фандинг финансирования Народное финансирование В таком случае Компания Для пополнения Оборотных средств Посмотрите Привлекает Просто народ Население Вот так И люди Узнав О краудфандинговой фазе Нанесут Свои деньги В данную компанию В данной компании Как правило 5-10% Выделяется Для Далевого участия То есть Скажем Если я Иду в казну Мой газ Я несу 500 долларов Я прихожу сюда Оформляю документы Пополнение Моими деньгами Оборотных средств Произошло А на меня Закрепили долю С этого момента Я стала Дольщиком Сотнадельцем Ну вот так Как правило По краудфандингу Выставляют Компании Несколько сумм Я могу 500 долларов Принести Тысячу Три тысячи долларов Чем больше сумму Я принесу Своих финансов Тем больше долю За мной закрепят Вот таким образом Работает Краудфандинг В нашем случае И в случае С мобильными Приложениями Сегодня Все чаще И чаще Применяется Такая форма Финансирования Как краудфандинг В нашем случае Компания Действия Действия Тоже применила Такую форму Финансирования Привлекая Население Для долевого Участия Я вам скажу Чем интересна доля Ну скажем Казмовой газ Вы знаете Я Несколько месяцев назад была в одном из казахстанских городов И познакомилась Женщины Она мне говорит У меня муж является Дольщиком Казмовой газа И весь год Он ходил Ну так Знаете С гордо поднятой головой Потому что Он Ну как и считается Есть Собо делить Сказмовой газа А затем Что Компания делает По итогам года Компания подсчитывает Товарообороты Которые прошли Компании И выделяет Из этих товаров 5 или 10 процентов И делит На дольщиках Таким образом Дольщик получает Пассивный доход Годовой Ну вот В ее случае Муж получил 500 рублей Если на российские Рубли За год Доля Принесла Пассивный доход В размере 500 рублей Ну смешно Ну смешно Не смешно Мало не мало Но вот Люди Довольны Что они являются Совладельцами В нашем случае Как я уже говорила Речь идет О ниши мобильных приложений Речь идет О миллиардах Долларов Потому что Это та ниша Которая Позволяет Продавать Покупать Мобильные приложения За десятки Миллиардов долларов Пример Достаточно одного Примера На сегодняшний день Ватсап Ватсап год назад Стоил 19 миллиардов долларов 19 миллиардов На конец октября Послушайте На конец октября 2015 года Стоимость Ватсап По отчетам Третьего квартала Составила 83,6 миллиарда Долларов Представляете Интересно Быть Совладельцами В таких Предприятиях Интересно Быть Дольщиками В таких Предприятиях Конечно интересно Но нас Туда никогда Никто не приглашал Но вот компания Вести Дает такие Возможности Давайте Сейчас мы с вами Посмотрим Какие возможности Открывает компания Для каждого из нас Первое Компания дает Возможность Любому человеку Стать партнером Компании Диести Для того чтобы стать Компании Диести Мы Заключаем Партнерское соглашение Тот человек Который вас пригласил Он обязательно покажет вам Партнерское соглашение В котором Прописаны Права Обязанности Ответственности С вашей стороны И со стороны Компании Диести И также В партнерском соглашении Прописаны Участие Виды Участия В данной Партнерской программе В данной Тот или иной Партнерский пакет Посмотрите На слайд Первый пакет Стоимостью 135 долларов Второй пакет Стоимостью 335 долларов 1135 долларов Или 3185 долларов Но это не те деньги Которые Вы Просто Несете В компании На данные деньги Компания Вам Дает Ряд Платных Услуг Которыми Вы Начинаете Пользоваться Ну вот К примеру Казбунайгаз Я не знаю Наверное Канистровый бензин Раздавали Я там не брала долю А вот В кондитерской фабрике У нас Рахат Когда ты приходишь И по коробке Покупаешь То или иное Частье Тебе еще Большую коробку Кондитерских изделий Ты дольщик Но ты На часть денег Унес конфеты Понимаете Вот смотрите В нашем случае Покупая партнерский пакет Вы покупаете Платные услуги Которыми Начинаете Пользоваться Я сейчас не буду Очень подробно Рассказывать Вот Смотрите В каждый пакет Заложены у нас Платные контенты И На протяжении года Вы пользуетесь Этими услугами Но при этом Давайте посмотрим Что дальше Посмотрите От партнера Пошла стрелка К мессенджеру Но при этом Вам еще Оформляют Документы И Человек Который вас пригласил Он тоже покажет Договоры На долевое участие В мессенджере Видите 10% В самом мессенджере Выделено 10% На долевое участие За то Что вы приобрели Пакет Вам Долевое Подарочное участие Как Выглядит Ваше Долевое участие Каждый пакет Смотрите Имеет То или иное Количество юнитов Что такое юнит 10% Вот эта часть Она поделена На маленькие Дольки Они называются Юниты Ну это условные Единицы Купив Тот или иной Партнерский пакет Вам Компания Закрепляет За вами Тот или иное Количество юнитов Если вы маленький пакет Приобрели То есть стоимость В 135 долларов То Долевое участие У вас Выглядит В виде того Что вы владеете За 300 юнитами Если пакет За 335 долларов Вы Являетесь Владельцем 250 Долей Маленьких Юнитов Либо 1000 юнитов Либо 3500 юнитов Вы понимаете Что В случае Вот сейчас Мы смотрим С вами рассматриваем Конечно же Интересен Больший пакет Значит Больше доли Мы имеем В мессенджере У нас есть Условия Когда человек Может приобрести Маленький пакет А затем По тем апгрейда До платной Разницы Вы можете Подняться На больший пакет Прийти к большему пакету Прийти к большей Доли Владимир Большей доли В мессенджере Пушли Ну Давайте идем дальше И Сейчас Мы поговорим Еще О некоторых Интересных Вещах Обратите внимание Что В мессенджере Пушми Появились Еще Какие-то Интересные Вещи Это Пушми Клауд И ПРМ Систем Совсем недавно Несколько Месяцев назад В нашем мессенджере Появились Платные контенты Вот Чтобы Вас Знаете Не зашкутливать Что такое Матные контенты Давайте Я приведу пример На мессенджере Вайвер Это Известно всем Понятно Ну И Вам Легче Метонологию Проводить Вот Есть Вайвер И я По нему общаюсь Посмотрите Я общаюсь И Вы увидите Что кроме переписки Просто так странно Вот Это Несвойственно Мне Потому что Я уже похож на фану Хотела стикеры показать Смотрите Значит Есть мессенджер Я его бесплатно скачала И общаюсь Но также Если я зайду В настройки мессенджера Вы увидите там магазинчик Видите Написано магазин Магазин Вот здесь есть магазин В магазине Продаются игры В вайвере И стикеры Все знают Что такое стикеры Наклейки Вот они К 8 марту были Наклейки То есть В вайвере Бесплатном Есть платный контент Это вот так называется Прежде чем Перейти дальше Поясню Какие доходы Могут быть В том или ином Мессенджере От платных контентов Ну вот смотрите Вайвер Вайвером Сегодня Приблизительно Бесплатным Вайвером Пользуется Около миллиардов Человек Около миллиардов Двести миллионов Что-то покупает Кто-то покупает Стикеры Кто-то покупает Игры Таким образом Годовая прибыль Чистая прибыль У вайвера Складывается В миллиарды долларов От того Что из миллиарда Бесплатных пользователей Двести миллионов Что-то покупает В случае В случае с нашим Мессенджером Пуши На сегодняшний день С App Store И с Play Market Каждый божий день Сотни людей Его скачивают В разных странах мира Скачивают Скачивают И скачивают Люди Которые на разных языках Мира Разговаривают И вот смотрите Каждый день Количество бесплатных пользователей Мессенджера Пуши Увеличивается И из этого Большого количества Бесплатных пользователей Есть люди Которые что-то Внутри покупают Что внутри Нашего Мессенджера Покупают Прежде всего Есть Такой продукт Облачное хранилище Есть люди Которые не знают Что облачное хранилище Есть Тоже знаете Ну Москва Вот Москва Облачное хранилище И продажа Облачных хранилищ Сегодня Сегодня Складывается В десятки Миллиардов Долларов Если мы возьмем В сумме Все компании Которые Продают Облачные хранилищ А есть такие компании К примеру Как Яндекс Гугл Дропбокс То по итогам 15-го года Облачных хранилищ Было продано На десятки Миллиардов Долларов По прогнозам К концу 16-го года Облачных хранилищ Будет продано На сотни Миллиардов Долларов Наша компания Не исключение И наша компания Тоже продает Облачные хранилища Но внутри мессенджера Привязанных мессенджеров Следовательно Из тех Бесплатных пользователей Которые скачивают Наш мессенджер Есть люди Которые покупают Облачные хранилища Как например В Дропбокс Или в Яндекс Или в Гугле Есть люди Которые и в Пушке Покупают Облачные хранилища Кроме этого Наш мессенджер Еще продает ПРМ Систему Я не смогу За сегодняшнюю презентацию Вам рассказать Что такое ПРМ система Но уверяю вас Что это та система Которая Очень нужна Для людей Которые Занимаются Тем или иным Видом Предпринимательства Ну вот скажите Нужна Предпринимателю 1С программа Для учета Финансовой Но обязательно Он ее покупает Он устанавливает В компьютер Нужна Система Для учета И контроля Топ-менеджмента Менеджерского состава Менеджеров Своих Торговых Представителей Нужна Без этого бизнес не сделаешь Вот ПРМ система Это та же система Которая Необходима Для учета И контроля Свои предприниматели Внутри Своего бизнеса И в нашем случае Есть люди Которые Так же Приобретают Эту систему Так же Наш мессенджер Наш мессенджер Внутри Себя Имеет Вот я вам показывала Вайвер Посмотрите Что имеет Вы сейчас Уже поймете Сразу Так Давайте я Покажу вам переписку Вот мою переписку Мессенджер Ну вот Смотрите Видите Что это? Стикеры Вы видите Стикеры Есть анимационные Двигаются Прыгают Плачут Есть не анимационные То есть сразу Стикеры Видите? Бесплатные Есть бесплатные И есть платные Наш мессенджер Он представлен Двумя видами Пушми классик Вы видели Голубеньки я показывала И Пушми фан Видите Он бирюзовый В Пушми классик Представлено Облачное хранилище И ПРМ Система привязана А Пушми фан Если вы захотите Пушми фан Скачать Да? Там есть стикеры Есть бесплатные Куча бесплатных Есть платные Анимационные Не анимационные Но так или иначе Из этого складываются Обороты Из покупки Кто-то покупает Складывается что? Товар обороты В мессенджере Товар обороты Следовательно Так как вы Являетесь Солодельцами И у вас есть доля Вам по итогам Не года Здесь года А каждого месяца Начисляют Пассивы до года Смотрите У меня есть доля В мессенджере У меня есть доля А мессенджер Делает продажи Каждый месяц И каждый месяц На свою долю На свои юниты Я вижу как капает копеечки Вот в нашем зале сидят люди Которые вас пригласили Давайте вот просто Я спрошу Ну вот два-три Последних месяца Какие деньги вам начислялись По пассивному доходу Максим? Шестьдесят семь Шестьдесят семь Долларов Сорок пять Сто семь Сто семь Сто сорок три Каждый месяц Идет копеечка Каждый месяц У кого-то триста долларов У кого-то сорок восемь У кого-то восемь Все зависит от того Сколько юнитов у вас Какой долей вы владеете Но каждый месяц До тех пор Пока мессенджер Не будет продан Каждый месяц Каждый год Нам будет капать копеечка В виде пассивного дохода Понимаете? А когда мессенджер Будет продан Десятая часть От продажной цены От той цены За которую продадут Мессенджер Разделят между юнитодержателями Вот в чем выглядит Далевое участие Идем далее Посмотрите Появилась Вот стрелочка Видите? С правой стороны Маленькая стрелочка Что это за стрелочка? Дело в том, что Наша бизнес модель Она запускает Как собственные Мобильные приложения Собственные разработки Мессенджер Пушми Это разработка Компании DST У нас есть IT отдел Большой отдел Большой департамент Который находится Головной офис В Киеве Там сидят Разработчики Они разрабатывают Во главе С Евгением Семальским Талантливейшим Известным Программистом И Они работали Над созданием Мессенджера А также В нашу бизнес Модель Мы принимаем Сторонние Мобильные приложения Поэтому появилась Стрелочка Со стороны Что это за Мобильные приложения Сейчас я вам расскажу О новом Мобильном приложении Которое Вошло в нашу Бизнес модель И Которое тоже Может быть Для нас интересно Как для дольщиков Как для людей Которые могут И в нем Принять Долевое участие Но если с мессенджером Все понятно На примере Ватсапа Вайвера Мы уже понимаем Что такое мессенджер То на примере Планет Пэс Я немножечко остановлюсь Вы знаете Год назад Когда Мы рассказывали О мессенджерах Мы более подробно Рассказывали о том Какие бывают Мессенджеры Почему мессенджеры Вошли в нашу жизнь Почему они Они так сегодня Дорого стоят Сегодня мы уже Об этом не рассказывали Но вот о Планет Пэс Я вам расскажу Потому что это явление Которое может быть Так широко Еще неизвестно Но посмотрите Какие имеют Перспективы На доске Есть такое Понятие Друзья Как Маркетплейсы Маркетплейс Вот Планет Пэс Это маркетплейс Что такое маркетплейс Маркетплейс Это мобильные приложения Площадки На которые Выходит С одной стороны Клиент Покупатель С другой стороны Клиент Продавец Вот так Отключаем Итак Посмотрите Есть такие Мобильные приложения На которые Выходит Клиент Покупатель И клиент Продавец Ну например Давайте Я несколько примеров Вам приведу АМБ Это маркетплейс Ни у кого Не скачат В телефоне В смартфоне У кого Вот Посмотрите Есть люди Которые скачали Бесплатно Можете скачать Это мобильное приложение Которое Дает возможность Найти Валенту Арендовать квартиру Путешественник Вы едете В ту или иную страну Или вы в командировку Едете Я недавно В Бишкек В Кыргызстан ездила И прежде чем поехать Я по этому Мобильному приложению Арендовала квартиру Я напрямую Вышла На данное Мобильное приложение И нашла Напрямую Мне предложили Мне предложили Несколько вариантов Без всяких Как Посредников Напрямую Вот эти клиенты Они Те кто предлагает услугу Они регистрируются На таких площадках И ну Там Платят арендную плату И все Клиент вышел Сразу несколько предложений Может быть Я выбрала Все Очень быстро И удобно И вы знаете что Такие мобильные приложения Неожиданно Ворвались В нашу жизнь Ну Как неожиданно В принципе Объяснение есть Ранее Человек Для того Чтобы пойти Скажем в marketplace Через компьютер Должен был Вечером Прийти домой Поужинать Открыть компьютер Сесть и потом Там что-то для себя найти Сегодня Будучи мобильным На ходу Через телефон Он может уже выйти Заказать Купить Арендовать И Таким образом Смотрите Мобильность Она способствовала тому Что данное Мобильное приложение За короткий промежуток Времени Капитализировало себя До 22 Миллиардов Долларов Но это уже устаревшая Цифра Последняя цифра Буквально на прошлой неделе Последняя цифра Обласили Airbnb Стоимость 25,5 Миллиардов Долларов Представляете От чего Стоимость Складывается От количества Бесплатных Пользователей От количества людей Которые регистрируют Зарендную плату Вот Маркетплейс Вам Один пример Но таких примеров Огромное количество Вот например Мобильное приложение Hilton Казалось бы Но это не Необходимость Нашей жизни В аренду Но не ежедневная Необходимость Но несмотря на это Посмотрите Какой капитализации Достигают Подобные Мобильные Приложения Но самым Ярким примером Друзья Конечно же Является Мобильное приложение Uber Это заказ такси Два француза Разработали Мобильное приложение Uber Вот такой же Маркетплейс На который Сегодня клиенты Выходят Кликают пальчиком Это как Яндекс такси Ну похоже что-то Или как еще Пол Москвы Пол Москвы Пол Москвы Uber Я в прошлый раз Когда была в Москве В январе месяце Я тоже по Uber Заказывала такси Я вышла Заказала такси Частник мне Значит меня поймал На этом этапе заказа И приехал Вы знаете Я удивилась Я ехала в аэропорт Приехала Q7 Черная Audi За мной Такси Ничего себе такси И когда мы с сыном Вышли В Домодедово Я по привычке Говорю Деньги нужно Мне сын говорит Привязана карта Когда скачиваешь Мобильное приложение Там карту привязан Карта привязана Там снялось Сколько Я не знаю 600-700 рублей И это дешевле Нежели бы я Заказывала такси Смотрите что Uber За короткий промежуток Времени Капитализировал Себя Это тоже уже старая цифра На сегодняшний день Свыше 68 миллиардов долларов Стоит Uber И Вот такие Мобильные приложения Не важно Чем они торгуют Послушайте Не важно Услуги такси Или Или Товары Или Или переводческие услуги Или услуги аренды квартир Не важно чем Само понятие Marketplace Или Само понятие Uber проекты Вот сегодня Их называют Вот общим понятием Uber проекты Вошли в нашу жизнь Они сегодня Развиваются И Посмотрите Именно по этой причине Сегодня Мы вам рассказываем О мобильном приложении Оно будет Planet Fest Которое будет Предоставлять Услуги Туристической Активности Что такое Туристическая активность Будет человек Который едет В ту или иную страну Или живет В том или ином городе Я приехала в Москву Вот я на прошлой неделе Была в Санкт-Петербурге Ну вот человек Который Не живет В этом городе Ну как он может сориентироваться Ладно в Москве Я почаще бываю Но в Санкт-Петербурге Я бываю раз в пяти Ну в десятилетие Понимаете Куда пойти Куда посмотреть На каком автобусе поехать На каком такси Какого взять переводчика Если я Допустим в Англию приехала Или я в Рим приехала Да А у нас пять человек приехало в Рим Мы устроились в хорошую гостиницу Но где мы что будем смотреть А мы и Колизей хотим посмотреть И на площадь Венеции Вот Такое приложение Которое позволит Напрямую Заказать Ту или иную Экскурсию И Экскурсовод Вам предоставит Переводческие услуги Предоставит Вам Тур С машиной приедет Вот что такое Туристическая активность Посмотрите Данное мобильное Приложение Будет Запущено В Плей маркетинг И В 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 И В В В В В В В В Предлагаю в нем принять долевое участие. Если мы говорим о... Нет, чуть позже я вам скажу. Давайте, чуть позже. Посмотрите. В отличие от Uber, в отличие от Airbnb... Кстати, Airbnb, Uber... Я вам уже показывала, какую капитализацию. Вы кто-нибудь хотели бы... Ну вот давайте гипотетически, теоретически. Вот абстрагируемся от всего. Вы уже видели цифру капитализации. Если бы 3 года назад вам сказали, можно взять долю в Uber за 1000 долларов. Вы бы сегодня, зная уже, вот капитализацию, купили вы долю? Конечно. Вы знаете, что если бы вы в Uber 3 года назад приобрели долю за 3000 долларов, сегодня вы ее могли бы вывести уже, даже не поверите, даже не поверите, за 6,8 миллионов долларов. Вы представляете? Вы представляете? Даже в голове это не укладывается. Но никогда нас никто в Uber не приглашал, не приглашал нас в Airbnb. Знаете туда, кто идет? Знаете, кто сегодня дольщиком является Uber? Алюшеру снова. Это нормально. У них есть миллионы долларов. А нас со 100 долларами туда пригласят? Нет, из 1000 не пригласят. Ну давайте посмотрим далее. Посмотрите, что в отличие от Uber, в отличие от Airbnb, Planet Pass я вот сюда встану, чтобы вы понимали. Вы видите, я образы всегда использую. Мне очень важно, чтобы вы понимали. Вот за Planet Pass стоит бизнес. То есть если Uber, если Airbnb с нуля начинали, разработали мобильное приложение и разработали. В случае с Planet Pass несколько лет существует компания, она существует. Она в живом виде существует, она на сайте существует, куда люди шли и заказывали экскурсии себе. Например, человек, живущий в Англии и который путешествует в Москву, он в Англии мог прийти в офис или выйти на сайт и заказать переводчика, заказать экскурсовода по доступной цене и выбрать экскурсию по Москве. Не в отеле заказать, потому что в отеле, приехав, заказать гораздо дороже, а напрямую. И вот такой бизнес существует уже несколько лет. И бизнес сегодня оценится в 5 миллионов долларов. Но вот эти люди, они держат руку на пульсе. Они понимают, если пользоваться только веб-сайтом наземным интернетом, то есть привязываться к наземным интернетом, они могут потерять бизнес. Потому что сегодня все перекочевывает в интернет. Пример. Марк Цукерберг, владелец Фейсбука. Вы знаете, что сегодня существует такое понятие, как синдром Цукерберга. Слышали? Я прочитала в интернете, для себя открыла новый термин – синдром Цукерберга. Марк Цукерберг – владелец Фейсбука. Он держит руку на пульсе. Именно поэтому он миллиардер. И именно поэтому он не теряет свои миллиарды долларов. Два года назад он понял, что придет волна мессенджеров, и он в срочном порядке разработал мессенджер Фейсбук. И он не потерял свою аудиторию. Потому что он понимал, что люди начнут перемещаться в мобильные устройства. Это раньше они сидели у компьютера. И он не потерял свою аудиторию. Он еще плюс купил WhatsApp. И вот здесь люди, они понимают, что, чтобы не потерять свою аудиторию, они в срочном порядке стали разрабатывать мобильное приложение PlanetBest. И именно по этой причине у них есть своя база, у них есть свои клиенты. И когда будет запущено мобильное приложение, есть уже прогнозы, что данное мобильное приложение как минимум себя капитализирует от 30 до 40 миллионов долларов уже в конце 2016 года. Понимаете? Вырастет в цене. Поэтому те люди, которые сегодня примут долевое участие, они тоже смогут увеличить свои доли. Давайте идем дальше и уже к концу близимся. Как мы, обычные люди, сможем принять участие вот в этом мобильном приложении? А здесь вот немножечко недоработка. В PlanetBest 5% выделяют на долевое участие. Итак, в нашей компании представлены следующие пакеты. Макси-пакт стоимостью 999 долларов. Посмотрите, здесь уже февраль устаревшая информация. Мы уже в марте проживаем с вами. Те люди, которые приобретают за 999 долларов пакет. Также этот пакет дает вам платные услуги. Вы не просто несете деньги. Вы приобретаете платные контенты. Вместе с этим вы получаете тысячу юнитов в мессенджере Пушми. И сейчас уже в марте месяц вы приобретаете 8000 юнитов в PlanetBest. Напоминаю вам, что PlanetBest зашел на 6 месяцев финансирования. Затем он уйдет из нашей бизнес-модели. Он профинансируется и уйдет. И уже не будет в августе месяце этого проекта и не будет возможности долевого участия в PlanetBest. В мессенджере Пушми еще можно будет приобрести доли. А вот в PlanetBest уже нет. Именно поэтому, чем позже мы приобретаем пакет, тем меньше долей у нас есть в PlanetBest. Успеем в марте месяце приобрести макси-пакт. У нас будет 1000 юнитов в мессенджере и 8000 в PlanetBest. В апреле месяце уже 7000 юнитов. В мае 6, в июне 5, в июле 4. Все. На этом долевое участие в PlanetBest завершится. И также есть у нас еще пакет мини-пакт стоимостью в 499 долларов. Ну и там соответственно в два раза все меньше получается. Видите? Давайте подведем итоги. Что мы с вами сегодня, о чем с вами сегодня узнали? Мы узнали о том, что есть бизнес-модель, есть стартап-проекты, в которых может обычный человек принимать долевое участие. Через участие вот в партнерских программах, которые прописаны с левой стороны. Также, посмотрите, кроме долевого участия, есть еще возможность участия в партнерской программе. Если вы приобретаете один из четырех партнерских пакетов, вот смотрите, 135, 335, 135 и 3185, вы участвуете в MLM-программе, которая дает вам возможность зарабатывать на рекламы информационной деятельности. Что такое рекламы информационной деятельности? Приведу пример. Есть, скажем, у меня фирма. У меня есть фирма, немецкая фирма, и фирма, которая делает поставки в аптечную розыскную сеть. Вот представьте себе. В моей фирме есть торговые представители, они называются медицинские представители. Это люди, которые я обучаю, я, фирма обучает, затем вы с пакетами документов, со всей информацией распределяетесь по аптекам и идете к заведующим работать. Ну, как, даете информацию, показываете сертификаты, рассказываете о продукте, и далее, благодаря вашей работе, аптека номер два, у фирмы заказывает товар. Ну, скажем, на 100 тысяч рублей в данный месяц. Вам фирма заплатила 3%. Понятно это, друзья? За вашу рекламу информационную деятельность как торгового представителя. Вот очень похоже то, чем мы занимаемся. Мы занимаемся рекламной информационной деятельностью. И у нас идет начисление бонусов еженедельно. Каждый вторник компания смотрит, какой оборот из моей рекламной информационной деятельности прошел в компании. Если я сама приобрела маленький пакет, то мне, я вам такими общими вещами говорю, чтобы вам было понятно, 5% платят. Если сама я владею пакетом за 335 долларов, 10% платят мне с оборотом. Если у меня средний пакет 20% либо, посмотрите, 25%. Это очень хорошие проценты, если брать, ну, скажем, рассматривать пример с торговыми представителями, которые более 3% не платят. У нас видят 5, 10, 20 или 25%. Плюс еще 14 видов доходов, которые дает маркетинговый план. Ну, вот та схема, которую я вам сегодня хотела представить, как выглядит наш бизнес-инкубатор, модель нашей компании действий. И давайте уже в заключение я сделаю анализ, пробиваюсь по тем вещам, о которых я вам сегодня говорила. Итак, мы сегодня с вами говорили о том, что благодаря нашей компании, модели, DST, любой обычный человек может принять долевое участие, быть в партнерской программе или принять долевое участие в стартап-проеках. В нашем случае мы говорили с вами о мессенджере и о маркетплейсе PlanetPlace. Давайте посмотрим, вы сейчас пойдете домой, подвести вас к тому решению, которое вам необходимо будет принять. Итак, мы сегодня говорили с вами о мобильных приложениях. Смотрите, что на сегодняшний день использование мобильных приложений является самым актуальным явлением в жизни человека. Для пользователя, обычного пользователя, мобильные приложения уже сегодня как воздух. Мобильные приложения существуют для развлечения, для общения. Мы о мессенджере с вами говорили, значит, для общения. И для обычного пользователя это уже естественный процесс. Но мы сегодня с вами говорили о возможности с этим зарабатывать деньги. Смотрите, что говорят экспертные издания. Что вся мобильная продукция направлена для разработчиков, продавцов, я бы еще туда добавила, для совладельцев, получения прибыли. И вот есть экспертное издание, Хавра-Хавра, очень авторитетное. Оно говорит о том, что сегодня 100% людей на земном шаре используют мобильный телефон. 100%. 30% из них используют смартфон. 30% всего лишь. Всего лишь. В ближайшие 5-7 лет 70% людей, у кого есть кнопочный телефон, присоединятся еще к этому процессу. Следовательно, еще 7 лет как минимум будут разрабатываться различные мессенджеры, различные мобильные приложения. И компания 10 вышла на пустой рынок, 70% еще. И это тот потенциал, который даст возможность компании 10 развиваться и развивать мобильные приложения. Мы сегодня с вами говорили о так называемых убер-проектах. Посмотрите, что я недавно вычитала в одном экспертном издании. Мы, если еще не на пороге, то стремительно приближаемся к эпохе уберизации. Остановить это нельзя. Это можно только оседлать и возглавить. И в ближайшие минимум лет 10 убер-проекты будут самые интересные направления. Если в случае с мессенджерами мы имели 70% свободного рынка, то здесь мы имеем, посмотрите, всего лишь 1,5% занятого рынка, а все остальное свободно. Следовательно, Планет ПЭС имеет реальнейшие шансы захватить этот рынок и капитализировать себя. А мы, имея в том или ином проекте долю, соответственно, что? Преуспеть, получить доход. Это скромненько сказано. Получить прибыль. Но, во всяком случае, свет в конце тоннеля появляется, да? Когда ты вот это все взял, рассмотрел, проанализировал, чего я вам и желаю, друзья. Не просто прослушать себя, но еще раз разобраться с тем человеком, который вас пригласил сесть, еще раз посмотреть, взвесить, проанализировать и не упустить эту возможность. Вот. Я сейчас для заключительного слова и для объявлений вызову на эту цену вице-президента компании. Вам вообще безумно повезло. Он живет в этом городе, он работает в этом городе. Мы в Казахстане ждем по полгода, когда он к нам приедет. Поэтому это огромная вообще ценность, знаете, жить и работать рядом с таким человеком. Поэтому я сейчас хочу пригласить официальную официальную компанию, вице-президентную компанию Рината Мансура для вот уже завершения нашей сегодняшней встречи. Аплодисменты! Спасибо, Ирина. Пожалуйста. Давайте поблагодарим Ирину еще раз, да? Спасибо. Знаете, что мы сейчас делаем? Вот прямо сейчас вам нужно будет познакомиться с тем, кто сидит от вас слева и справа. Сделайте это прямо сейчас, представьте себе другу. Познакомьтесь. Познакомились? Хорошо. Окей. Теперь самый десерт. Прям десерт остался. Маленькое резюме, коротко. Два пункта. Собладение. Собладение. И партнерская программа. Два пункта. Собладение, включая в себя минимум, в среднем, то, что по факту сейчас идет, 18% годовых в валюте. Это хорошее деньги? Да. Кто знает, сколько банки дают? Три, четыре. Два. Два, три, четыре. В долларах. В долларах. Да, полтора. Окей. 18. Поэтому у кого есть деньги в банке, забирайте и уже лучше положить сюда. Серьезно. Вы знаете, что в прошлом году в Москве 18 банков отобрали лицензию? И у людей было там куча денег. Надежный банк, да? Целых 3% годовых давал идти и забрать. Понимаете? Вот. Почему цифра мутрасти, вы поняли? Появляются новые продукты, растет аудитория. Массивный доход растет. Трудно? Да. Кто хотел бы ничего не делать, а его процент минимум 18% годовых и постоянно растет, скажите я. Окей. Вы не пенсии. Нет? Серьезно. Пенсия нормальная. Зарплата хватает. Супер. Ага. Окей. Второе. Что включает в себя собладение? Увеличение доли, то есть капитализация. Сейчас твоя доля стоит, ну грубо говоря, там 100 рублей, через год-два она стоит в 100 раз больше. Сколько? Математиков нет, я все время не могу посчитать. Кто математик? В 100 раз больше. Это на сколько процентов? На сколько? В 100 раз больше, это 10 тысячи. 10 тысяч. 10 тысяч. 10 тысяч? 10 тысяч процентов в год, поднимите, 5 тысяч процентов в год. То есть сейчас у тебя, короче говоря, под подушкой лежит 100 тысяч рублей, через год у тебя лежит сколько? Немного. 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 Понимаете? Он уже управлял компанией с оборотами в миллиарды долларов. После этого его присыл к себе мэр Москвы, господин Сергей Собянин, и он возглавлял направление транспорта в Москве, и разработал такое приложение, как «Парковки Москвы». кто в Москве на машине весит, это знает. Долго. Либо постоянно платить штраф за неоплату парковки. Далее того, после этого он расставил эту должность и пришел сегодня в компанию к нам управлять нашу компанию. О чем ты говоришь? С каким банком мы работаем? С нами сотрудничает один банкир крупный, вы, наверное, о таком слышали. Кто не слышал Google помощь, его зовут Григорий Кусельников. Это человек, который периодически бывает на передаче «Что, где, когда» экспертом, может быть, знаете, такого. Это бывший вецепрезидент Бинбанка, это человек, который является миллиардером. Сегодня он с нами сотрудничает, предоставил нам свой банк. Все оплаты идут через него. О чем ты говоришь? Кто является президентом основателя компании? Его зовут Рустама Везер. Человек, который успешно реализовал несколько крупнейших бизнесов и успешно их продал. Является долларовым мультимиллионером и который впервые за всю историю приедет и будет завтра здесь. Кроме этого, у нас есть ряд партнеров, которые присоединились к нам именно по партнерской программе. Потому что до этого вот этот фунт и вот этот фунт, это, в принципе, ничего не делает. Вы уже себе обеспечили это, взяв любой пакет. Вы это осознали сейчас? Оплатив любой пакет от 100 долларов до 3000, вы автоматом получаете вот это и вот это, никогда сюда и больше не зайдя в этот офис. Вы понимаете вообще вот этот фунт? Вот это при желании. Но это кто не хочет, несколько миллионов в месяц, можно не делать. Но почему-то большинство хочет, а как раз все адекватные нормальные люди, да? Почему вот это выгодно и интересно? Потому что это не только речь идет про деньги. Речь идет об образе жизни. Потому что мы практически каждый день вот этим коллективом, который есть, умеем грамотно отдыхать. Мы ходим, играем постоянно здесь в мафию. Мы сюда вообще привезем там Xbox, будем здесь играть, разные игры. Мы сейчас проходили на днях квест ходили командой. Мы сейчас планируем выехать на целую базу отдыха, там команды потусоваться. Потому что мы постоянно проводим различные тренинги, мероприятия, мы ходим в караоке вместе. Вот что такое быть партнером. Не только речь идет про деньги, а про образ жизни. Здесь можно найти новых друзей. Здесь можно найти любимого человека, если вы свободны сейчас, на данный момент. Вы можете здесь встретить других тех, кто свободен. Я, например, встретил свою на сегодняшний день, свою девушку, своего любимого человека, именно на подобном мероприятии. И мы уже счастливо живем много лет. И я понимаю, что, соответственно, любой из вас может тоже самое здесь кого-то встретить. Поэтому присмотритесь, если вы другого внимательнее. А кто из вас, соответственно, уже в отношениях их можно укрепить? Потому что ничто так не укрепляет, как тот факт, что в семье есть достаток и взаимопонимание. Согласны? Вот. Это все здесь есть. Кроме того, на зарабатываемые деньги, часть из них мы жертвуем на благотворительность. Мы можем вместе с вами помогать огромному количеству людей. Тех людей, кто сам себе не в состоянии помочь. Мы не помогаем бездельникам и раздолбаем. Они должны себе помочь сами. Потому что мы сделаем и слабее. Еще слабее. Но мы помогаем тем, кто не может сам. И у кого есть такое желание, тоже добро пожаловать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова